ПОРТАЛ ФЕШН КОНЦЕРТ Более двухсот фильмов, которые посвящены вологодским людям, вологодскому краю, то я должен сказать, дорогие друзья, что жизнь чрезвычайно интересная штука, занимательная. И более того, вот та территория, на которой я проживаю или переписан, тоже чрезвычайно интересная. Я думаю, что любой край несказанно богат и интересен. То, чем я сейчас занимаюсь, это история дохристианская, история вологодской земли, вологодской края. Есть такая древняя горная гряда, которая сегодня называется, называется она сегодня отроги северных валов. Если обратиться в историю, то еще в 19 веке эти горы назывались, назывались горами шамаханскими. Например, географ Птоломей, в 2 веке нашей эры, называл эти древние горы скифско-алаунскими. А еще раньше Геродот называл их Репейскими горами, а в Ведах они назывались горами Высокой Хары, Березайты. Ну и вот все это настолько чрезвычайно интересно, что каждый день я начинаю с таким разностным ощущением, что он принесет мне какие-то новые и новые открытия. Потому что та вот история, которую нам сегодня пытаются преподавать, ну ее не совсем, так сказать, можно однозначно воспринимать, поскольку, как мы знаем, она всегда обслуживает интересы той элиты, которая сегодня, так сказать, находится у власти. Прошу прощения, но я так понимаю, что мы попали именно в точку, позвав вас на мероприятие уникум 21 века, поскольку я так понимаю, что вы ищете уникальность в вашем крае, правильно, в Вологодском? То есть вы направлены... Посмотрите, когда вы приходите на берег реки Соханы, в нижнем ее течении, высота берегов там 84 метра, в некоторых местах и более, а вот этот вот срез, вот эти вот пласты, напластования, которые уводят нас в такую глубину, геологи считают, что это обнажение, которым 250 миллионов лет. И вот когда ты стоишь внизу, приплёска воды, и ты понимаешь, что ты в конце пермского периода, когда наступает уже триаз, когда все вот эти вот динозавры, которых было кишело буквально здесь, масса, наступает период вымирания, если ты поднимаешься всё выше и выше с каждым метром, ты приближаешься уже к образу человеческому своему. Всё чрезвычайно интересно. Всё, я мог бы рассказывать об этом бесконечно, я пишу об этом в своей книге, рассказываю в первую очередь детям, потому что взрослые как-то они уже, как-то вот, ну, они скучноваты, они самодовольны, а дети это вот открытые души, и они радуются, когда делают для себя открытие. Вот я что посвящаю жизнь как раз вот сегодня. Я знаю за много интереснейших мест у нас на территории Вологодской области. У нас есть, например, Чушевицы, в котором ещё в 1911 году экспедиция Александра Лоидиса по заданию Императорской Академии Наук зарегистрировала и зафиксировала, можете себе представить, аномалию времени. Аномалию времени. Вот то такое место, значит, они шли, несли на руках самые точные корабельные часы, и, проходя через определённую территорию, они увидели, что все часы дали сбой. Я брал учёных, мы проверяли это место неоднократно, проверяли всяческими способами, вот там, например, рамки, вот эти, они сумасшедше крутятся, там превышение нормы там в сотни раз, и человек действительно там плохо себя чувствует, и это место характерно тем, что там всякие летающие шары появляются, всякие неопознанные летающие объекты. И люди отмечали там даже явления вот такие для себя, они плохо понимают, что это означает, но телепортации, когда они шли в одном направлении, вдруг оказываются в другом совершенно месте. И вот мои друзья, Саша Алмазов и Гриша, они тоже там побывали, они тоже видели одно такое явление, которое их настолько потрясло, что бежали оттуда, подхватив ноги. Так вот, там существует огромный разлом земной коры, через который поднимается снизу всевозможные энергии, потоки энергетические, гравитационные, электромагнитные, плазменные, ну и так далее, гравитационные. И вот на торцах создаются вот торсионные поля, и вот получается отсюда закрученные огненные шары летающие. Но там ещё, может быть, я так думаю, я так предполагаю своим недалёким, может быть, умом, что там, где существуют вот такие мощные энергетические источники, происходит искривление пространства. Так вот, Алмазовы, они видели это явление, они шли, уже было около 12 часов, и знаете, существует такое в природе состояние, когда вдруг ты ощущаешь, что что-то в этом мире изменилось, что-то в этом мире не так. какой-то морок сгущается над тобой, и они увидели собаку. Обычное явление, ну ты видишь собаку в поле, и вдруг эта собака стала расти, расти, расти на глазах, и ужас их охватил, и они убежали. Я вот полагаю, что, может быть, эта собака была из другого измерения, может быть, мы видим всяких там йети, всяких там вот этих афонь, как у нас называют, этих снежных людей, которые время от времени появляются. Я не раз писал деревенские жители, у меня есть полное основание верить им, что они видели этих людей. Так это может быть случается как раз в то время, когда происходит искривление вот этого пространства, и параллельные миры, так сказать, они соприкасаются, и вдруг, так сказать, переплетаются вот эти явления и видения сущностей. Если честно, я вижу у вас человека, который готов поддерживать наш проект «Уникум 21 века». Вы сегодня, я видела, что вы полностью посмотрели концертную программу, вот хотелось бы узнать ваше впечатление, и увидели ли вы здесь какие-нибудь аномалии, может быть, действительно люди, выдающиеся из другого измерения. Ну, мы так думали еще до того, как начался этот концерт и эта встреча, что следующая пройдет на Вологодской земле. У меня есть действительно, я всю жизнь собираю людей в чем-то уникальных, в чем-то необычных, нерядовых. У меня много таких людей, которых я мог бы пригласить на сцену, которые могли бы удивить и потрясти зрителей. Вот у меня есть люди, которым уже за 70, под 80 лет они сохраняют в себе такое атлетическое здоровье. Вот два товарища у меня, они находятся в книге рекордов Гиннеса, как чемпионы по гирям, которые могут сколько угодно кидать эти двухпудовые гири, хотя им уже под 80 лет. Наверное, нам действительно стоит провести следующее мероприятие на Вологодской земле, видимо, она полна талантов. Извинения, она полна талантов. В чем-то есть особенность. Эту особенность отмечают все, кто бы не приехал. В чем эта особенность? Как ответить на этот вопрос? Играет на гармошках лучше всех, пляшет лучше всех, народу талантливую. Стихи пишут все, от бомжа до губернатора. Понимаете, это поразительные вещи. А вот как специалисты, можно вас спросить, в этом доме аномалию чувствуете? В доме Джуна чувствуете энергию? Я здесь чувствую себя очень хорошо. Ну, атмосферу, которая как-то тоже... Честно, я себя чувствую хорошо. У меня было какое-то, когда я заходил, какое-то было такое состояние некоторого волнения. Я вообще человек бывал, я бывал везде, и на войнах, и везде, на всех континентах. Вот. Ну, какое-то состояние волнения и ожидания было, но вдруг я чувствую, что я попал в свою среду, так сказать. А вот я... Мне кажется, что я умею чувствовать вот эту энергетику, присутствие вот того невидимого духа, явления энергетически. Вот. Я чувствую здесь такую очень добрую, хорошую энергетику. ! Я чувствую здесь, как я чувствую, Invest Sheet, неподобенно. Я чувствую здесь, я чувствую здесь, как я чувствую здесь. Это моя история!